Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас понедельник, 4 февраля. С мужем едем в больницу, в какую-нибудь частную клинику, чтобы проверить мою спину. Знаете, она у меня не прошла. Воскресенье, суббота на воскресенье я проснулась. Было плохо совсем. Я целый день как-то, как-то, как-то перетерпела ее. Мазь помазали, перевязали в тепле и так далее. К вечеру я сделала немножко разминку, чтобы расслабить спину. То, что увидела в интернете, стало чуть полегче. Я даже могла ходить спокойно. А вот утром опять не так, конечно, плохо, как вчера утром, но все равно нехорошо себя чувствую. Если сядешь, встать сложно. Если согнешься, разогнуться сложно. И вот едем проверить, что случилось. Только что закончили делать массаж моим деткам. Подождала, пока закончится. Потому что оставить Зульчу на массаже я не смогла. Дети капризничают очень на массаже. После массажа их нужно успокоить. Я надеюсь, они ее не сильно помучают. Вот. Болеть, конечно, в моем случае вообще категорически нельзя. Категорически. Я поняла одну вещь, что если даже у меня дома будет 15 человек, кроме меня моих детей успокоить вряд ли кто-то сможет. Особенно сына. Сынуля у меня очень капризный. В плане того, что если он занервничал, его успокоить могу только я. Он такой, знаете, истерику закатывает. Вроде он спокойный, спокойный мальчик. Но если он занервничал, у него бывает истерика такая. Дочу успокоить все-таки проще, чем сынулю. Хотя доча по характеру капризнее. Она больше там внимания требует. Но ее успокоить намного проще. Погода у нас суперская. Ну, уже все. Весна, в принципе. В мире весна. Солнце светит, как вы видите. У меня какие-то пятнышки на лице появились. Вот под глазом. Вот здесь. Вот здесь где-то было. Не знаю, что это. Ладно, поедем в больницу. Посмотрим, что у меня. Наверное, УЗИ сделают или что-нибудь. Ну, снимок какой-то, наверное, сделают. Потому что понять невозможно, что это болит. Все, закрываются. Вот такая вот у нас погода за окном. И, кстати, за окном старый район. Еще лидер, да, Мябурас? Гюльчешми. Гюльчешми? Гюльчешми. Этот очень старые постройки там. Старые-старые. Но скорее бы лето. И детки подрастут, и одевать их уже так особо не надо будет. Не то, что особо не надо, практически не надо. Трусишки и вперед. Они у меня очень не любят одеваться. Вот сейчас, перед выходом... Бурасы, я не шею. Бурасы, мы. Да и дэн, я не шею. Бурасы, я не бешею. Ага. Поехали. Амилий, когда я не ходил в больницу? Да, это больница. Да, это больница. Это больница. Это больница. Это больница. У меня есть больница. У меня есть больница. Когда я была беременна, мы ходили в одну государственную больницу. И вот рядом с ней частная есть. Вот туда мы едем. Едем быстро, потому что уже 4 часа. У меня есть больница. Вот в этой стране. Белый жадан. Здесь где-то... Район, говорит, цыган. Как? Тенекели. Называется где Тенекели. Этот район вообще не очень... Белый жадан был в Мали. А в Катаре много. Здесь где-то по-другому. У меня есть больница. У меня есть больница. Это больница. Я ехала. Плывалась. У меня не было. Я ехала. Это кое-как. Где-то. Ко-как. Все говорит... Ну, каждый говорит, не может посещать этот район, как бы прогуливаться по этому району. Страшновато. в принципе в каждом городе есть такие места вот она больница в которую мы едем и Геши Гиргастанаси парковка есть как хорошо, вот вечная проблема бывает где кого припарковаться где кого припарковать, где припарковаться точнее итак, на прием к врачу я не попала не попала, потому что врач на операции когда выйдет неизвестно вот, а уже пятый час и ждать смысла нет но в этой больнице есть детский врач медиатор говорящий на русском языке азербайджанка, говорящая на русском языке зашли к ней познакомились и детей я приведу к ней вот когда закончится у нас курс массажа заодно там же в больнице проверю хватает ли витамин D3 гемоглобин и так далее у деток сейчас поедем на другую больницу если найдем врача потому что мне нужен нейрохирург надо было бы на операции как я поняла это нейрохирург знаете, когда болит спина это очень страшно головная боль это не страшно ты все равно встал и пошел зубная боль не страшна у нас спина очень страшно встать потом не то что встать ты повернуться не можешь нормально всем здоровья, не болейте хотела показать вам цены на бензин вот 6.09, 6.14, 6.08, 6.13 это за литр цена в лирах конечно же где-то наверное 7.75 рублей за литр точно не знаю в частную клинику мы в другую не успели в частной клинике врачи принимают как выяснилось до 5 часов я этого честно сказать не знала сейчас поедем в государственную больницу они после 5 там принимают скорая помощь Аджили, вот мы в Аджиль поедем солнышко такая погода прям гулять и гулять на улице ну я сижу с больной спиной сегодня я наконец-то надела свои вот эти вот тюхельки, кто их помнит? здесь покоцало, правда я их уже ой ой хрюхрюшка вечерние игры они только что разговаривали с бабулей своей мама моя звонила по видеосвязи и сынуля такой возбужденный а принцесса как настоящая леди и так смотрит на него типа что тут происходит да мама? мамина? ты так смотришь на братика? птенчик? синуля побежали, побежали опля а ну покажи, как ты ножки задираешь Покажи, покажи Оля Солнышки Мамины солнышки Да Столько энергии у него Столько энергии Прям Пингвиненок мой Ты мамин пингвиненок? Да Пингвиненок Ага Да Пингвинчик Маленький Принцессочка А ты кто? Ты мамин Типлёночек, да? Типлёночек, да? Ты типлёночек? Да Скромняшка моя Пингвинчик И типлёночек Пингвинчик и типлёночек Типлёно 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 Да Моя красавица Мамины солнышко Да Давай, мамины соннышко Оттём, оттём Побежали, побежали Вот, 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 вот Привет, привет Мои хорошие Одиннадцать, двнадцатый Час ночи у нас Сынуля очень капризничает У него дёсны чешутся Никакие прорезыватели Ничего не помогают Вот папа таскает его туда-сюда. Он просто на руках, вот в сидячем положении нам не дает находиться. Обязательно нужно с ним ходить. Вот сейчас папа присел, вот смотрите, как он возмущается. Вот так вот весь вечер. А принцесса же уснула. Принцесса же уснула. Но она будет спать, наверное, в 15-20 минут и проснется. Сейчас покажу. Сейчас покажу, моя девочка. Вот она спит. Папа разговаривает по телефону с другом. Жалуется, что ему приходится на руках постоянно таскать. Сыночка. У меня же спина болит, я не могу таскать его. Я так назло, и у него что-то со спиной, он продул. Нам везет.